уважаемые друзья сегодня я хочу показать как в домашних условиях приготовить такое национальное блюдо испании это хамон конечно будет наверное на в конечном результате не совсем то потому как хамон готовится из специальной породы свиней и которые содержатся на природе кушают желуди именно пробкового пробковый дуб и питаются травой на горных полях у нас здесь себе понятное дело выращивать свиней но не такого не такой породы тем не менее попробуем сделать в домашних условиях все поэтапно попробуем это все показать вам и что получится на выходе план значит выдержать это мясо как можно дольше этот окорок в висящем состоянии подвале порядка 5-6 месяцев а там посмотрим как будет дело продолжаться был приобретен на рынке на сельскохозяйственном вот такой окорок свиной 12 килограмм но немножко я его тут подготовил обрезал чтобы он выглядел более-менее хорошо приготовлена у нас здесь вот такая емкость значит солью какие пропорции значит соли для такого окорока примерно рассчитывается килограмм мяса и килограмм соли вот здесь вес 12 килограмм пока у меня здесь заготовлено 10 килограмм соли но сейчас будем полностью его обсыпать полностью чтобы у нас соль как можно больше обошла все весь это мясо у нас есть такой ванночка вот в таком состоянии ложим и сейчас я буду засыпать соль соль нужна неодированная каменная у нас здесь имеется и летская соль хорошая на для засолки поэтому будем применять ее особых здесь секретов нет как я посмотрел приготовление хамона домашних условиях совершенно не нужно никаких секретов не надо никаких добавок только соль и натуральное мясо окорок полностью окорок должен покрыть солью без свободных пространств и качество продукта будет зависеть именно от самого состава соли и соответственно от окорока чем натурального мяса тем это все будет вкуснее солью покрываем соль будет вытягивать из мяса влагу всю ненужную влагу поэтому засыпается полностью течение срока засолки 12 килограмм это надо 12 дней как минимум это получается килограмм мяса день просолки соль сухая должна быть она должна забирать всю влагу и в течение всего срока этих двух недель будем показывать как мясо окорок будет покрываться курочкой и будем ее эту курочку убирать чтобы соприкосновение соли было постоянно с мясом чтобы у нас мясо не оставалось в воздушной прослойке мясо будет уменьшаться в размерах вытягивать будет влагу соответственно вот это объем будет уменьшаться но мы будем стараться придавать контакт соли с мясом вот буквально пока это начало нашего вяления дальше будем поэтапно вам все показывать так дорогие друзья здравствуйте продолжаем наш эксперимент по засолке окороков и дальнейшее будет завяливание этих окороков прошло время так вот сразу фиксируем температуру температура 47 где-то в этих пределах значит прошло получается дней общих по засолке со 2 февраля минус один день когда я уже тут пытался доставать окорока но решил что рановато получается 18 22-216 дней засолки посмотрим что получилось из этого какое состояние окорока окорока сейчас я их подвешиваю с валюту посохну потому что как она уже сейчас здесь не нужна будет теперь будем вывешивать и выравнивание соли самому караке вот так основную часть стряхну потом еще раз так подвешиваю ну так чтобы не упал приспособил здесь так как это видно все сейчас посмотрю потом детально так и 2 10 килограмм 400 грамм порой был 11 700 по времени засолки классическую должно быть килограмм веса день посолки но лучше как говорится соли побольше подержать поэтому пришлось и посоветую еще коллег на форуме которые подсоветовали что все-таки соль надо немножко подержать все-таки есть риск что не просолится значительного больше потяжелее сейчас немножко приподниму наверное достаточно я думаю что все-таки садить уже достаточно 16 дней это надо было 12 не исходя килограмм и день засолки это сделал немножко запасом это по совету коллег с форума вот в таком состоянии сейчас мне кажется лучше так она приняла цвет такой уже как бы напиталась соли видно что соль проникла недостаточно стало такое она твердоватое я думаю что все будет хорошо теперь мы здесь это все оставим на выравнивание баланса соляна соляного это будет течение месяца где-то при температуре той же самой около пяти градусов соль вот так и вот такой вот состоит окороков если видите да так вот пока прекращаем съемку вот как видите состояние этих окороков двух будем надеяться что дальнейший процесс пойдет как я того и хочу результат дальше будем наблюдать пока на этом прекращаем до следующего значит видео так ну что друзья сегодня 23 ноября 2018 года температура значит где выдерживаются ноги для хамона вот 14 градусов влажность 38 процентов значит с момента закладки вот этих ног прошло 9 практически с половиной месяцев 9 с половиной месяцев ноги уменьшились в размерах или процентов на на 40 потеряли вес выступила такая соль на них белая на них белая пожелтели сало которое было здесь вот такой вид тоже это нога была где-то 12 почти килограмм сейчас она заметно усохла я так думаю уже килограмм наверное 7 может быть вот это это вообще может быть килограмм пять с половиной шесть вот эта нога вот тоже она была где-то 10 было с чем-то 10 500 записи посмотреть 9 месяцев с половиной ну будем ждать еще будем ждать до лета возможно а может быть и раньше попробуем продолжаем эксперимент здравствуйте всем продолжаем наш эксперимент по приготовлению хамона в домашних условиях сегодня 13 число 13 февраля 2019 года прошел ровно год год прошел как заложено было мясо так вот сегодня 13 температура 11 градусов здесь у меня в подвальном помещении 42 процента влажности за этот год эти ноги свиные находились на улице какое-то время месяца два или три беседки висели закрытые от мух вот ноги эти очень заметно уменьшились в объеме они стали легкие уже в половину наверное веса вот ну выглядит вот так вот они сейчас ну еще будем продолжать этот эксперимент наверное где-то еще до середины лета может быть до сентября чтобы получился год и девять продолжаем дальше эксперимент здравствуйте дорогие друзья сегодня настал день когда мы будем дегустировать вот эту нашу ногу так называемый хамон по-сибирски вот времени сколько прошло уже с момента закладки навяли этой ноги значит 14 месяцев это больше года срок конечно не самый оптимальный для получения более менее качественного хамона или сыровяленого мяса это надо года полтора может быть и больше так требуют специалисты но тем не менее это получается у нас промежуточный этап нашего сыровяления и сегодня мы попробуем продегустировать все таки к чему мы идем какой результат у нас сейчас получился нога находилась у нас это время в подвальном помещении нашего дома влажность значит была от 30 процентов и до 60 процентов в этот период краткий период времени летом нога находилась у нас на открытом воздухе в беседке в тени вот ну старался выдерживать весь процесс как описано в интернете как там делают специалисты ну будем пробовать не знаю насколько получилось это все нога заметно уменьшилась размером она высохла увялилась так сказать если первоначальный вес был порядка 12 килограмм сейчас значит уже 8 килограмм заметно нога усохла ну и сейчас мы попробуем отрезать и попробуем продегустировать что из этого получилось по значит консистенции очень твердое очень твердое мясо ну давайте будем пробовать будем пробовать резать что будет получаться вот этот жир он должен был покрывать всю ногу вот но так получилось что он не совсем у нас покрытый и вот вот сейчас какое какой цвет какой цвет обратите внимание сейчас вот я отрежу вот такой цвет мяса ну на вид он красивое но конечно запах сразу же пошел запах вяленого мяса это такой ореховый ореховый такой запах ну вроде как оно и должно так быть ну не сказать чтобы оно сильно было твердое а вот там где находится сало там мягкое оно сало вот здесь вот открытые участки здесь оно конечно заметно твердое но я не думаю что оно качество будет хуже не мне самому интересно это все попробовать сейчас вот еще немножко может быть оно не совсем у нас приготовилось ну жирное прямо жирное сейчас вот попробуем уже ломтики тонкие тонкие как можно тоньше вот такую храмонеру пришлось самому изготовить ну вот как есть как получилось сейчас ребята я нарежу и скажу результат какой какой результат да запах запах интересный запах не такого мяса которое вялилась буквально там месяц или два здесь совсем другой промежуточные моменты вяления я снимал но если честно сказать как-то сомнительно это все не было что оно может достичь какого-то результата ну вот сейчас посмотрим давайте я сейчас хотя бы столько попробую что получилось вот вот так 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 ну такой запах такой запах интересный ореха и запах мяса ну немножко жестковатый чувствуется да вкус ореха немножко какая-то как горчинка какая-то далекая но интересно соли соли в меру соли достаточно ну по крайней мере то что вот она верхняя часть соли лежала оно все просолилось и достаточно соли единственное что вот как бы не совсем она мягкая но я думаю оно и должно быть такое да вкусно необычно даже очень даже вкусно немножко да какая-то жесткость присутствует это же опять говорит о том что открытое мясо находилась а без слоя вот этого жира или сала свиного она бы сохранила все таки вот эту мягкость вот а здесь как бы волокнистость может быть она будет внутри более похоже на хамон но тем не вид красивый мясо ну что будем пробовать ну и посмотрим может быть еще оставим на какое-то время посмотрим что даст выдержка еще может быть улучшит вкусовые качества ну а пока принципе очень даже неплохо рекомендую ну и до новых встреч всем пока дорогие друзья как увидели в моем сюжете находилась две ноги на вяленье поэтому эксперимент заканчивается а продлится как минимум до сентября месяца в сентябре будет окончание нашего эксперимента всего доброго